Она ее обсырала! Зачем мастер маникюр тебе обсырала меня? Я показываю тебе маникюр своей подруге, странно, что вы мне обсираете мою подругу. А еще мне очень любопытно, что будет еще двойного наращивания, и как мы с вами будем разбираться на кассе, потому что мне кажется, что это не окей. Если это не прописано в прайсе, то почему я должна за это платить? Я прям наорала на мастера маникюра. Почему ты сказала, что в Таиланде делают хуже? Лиза на монтаж обзоров тратит очень много времени и сил, поэтому поставьте Лизе лайк, пожалуйста, за это. Всем хай! Привет! Сегодня мы решили попробовать очень необычный формат. Я сегодня делаю маникюр у девушки, которые мне посоветовали по знакомствам. Лиана же пошла в обычный салон красоты. Наша задача проверить, как работает один мастер на дому, который советуют знакомые, второй же маникюр делается в обычном салоне, и надеемся, что сделан он будет хорошо, потому что Лиана пошла делать туда маникюр перед своим днем рождения, что, конечно же, очень важно. Естественно, мне разрешили снимать хату, я просто так не ходила бы и не делала обзор на жилище чужого человека, но вы посмотрите, какая крутая у нее хата. Я понимаю, что для многих, конечно, это будет шок, но это абсолютно в моем стиле, и мне безумно понравилось то, что я видела. Сидеть делать маникюр в таком месте вау-класс! Ё-моё, я не знаю вообще, слишком много контента. Да, очень красивый дизайн. Музыка на фоне мне тоже нравится. Иии, фигаси. Фигаси. У этого мастера очень много всяких приблуд. Там у нее черепа, медведи, безумное количество стемпингов. Когда я увидела это, такая... Ты какого-то ржаться, давай сделаем трэш. И она такая, давай. И я такая, давай сделаем мясный маникюр. И она такая, давай. Люблю таких мастеров. А сделай сноску, что такое стемпинг для людей? Стемпинг это такая штука, когда ты берешь плиточку, на которой нарисованы всякие штуки, заливаешь ее краской и переносишь, короче, как с копировальной бумаги себе на ноготок. Фигеть, я этого тоже не знала, если что. Сноска была еще и для меня. А, это было для тебя. Такая я крыша. Кровничаешь. В отличие от моей супер хаотичной хаты в моем стиле, у мастера Лиана, конечно же, пришла в какой-то фэнси салон. Посмотрите на этот зеленый бархат, на все эти белые молдинги, ну просто красота. Там, блин, было пианино. Ладно, у меня были барабаны и не только они. Расскажи давай о своем мастере. К слову, в середине видео где-то или в конце, не знаю, как Лиса смонтирует, вы увидите комментарии моего мастера про Лисину маникюру. Во! Комментарий, во, я когда увидела, обоссалась вообще. Ну ладно, не обоссалась, она была близка. Я ехала на маникюр в 18.45. 15 минут я ждала, мы мастер доделывала педикюр другой клиентке, меня посадили, ну типа мне окей. А ноги тебе в рот летели? Нет. Тут важно отметить, что очень часто, когда мы ходим с проверкой на маникюр, рядом стоит педикюрное кресло и ошметки ногтей, и ног летят в лицо. И мы сидим, закрытое непроветриваемое помещение, маленькая комната, очень жарко, и летают ногти, и пахнет ногтями, и Лиси на лицо, рядом с ногами, и их еще так долго крошат, все время, пока мы сидели, их крошили. О, к счастью, довольно далековато было, да, в разных местах. Ты приходишь на маникюр, делать его перед своим днем рождения. Да, мы, это был первый раз в жизни мой маникюр, с которым мы так заморочились, мы заранее ездили покупать камни, оправу к этим камням. По случаю своего дня рождения, Лиана решила сделать очень необычный маникюр. Они специально для этого поехали искать вот такие вот крупные камни, искать для них оправу. Дома она сидела, самостоятельно вставляла камни в оправу, и уже с этим пришла на маникюр, чтобы ей, так сказать, инкрустировали на ногти огромные каменья. Мы сами дома вставляли эти камни в оправу, потому что камень в форме капельки, а оправа овальная, то есть они друг к другу не подходят, на другое оправа не было. Вот если ты тут увидишь... Вот я сейчас увижу, а вы увидите только в конце. Да, видишь, кончик торчит. Нам пришлось клеить на резиновый клей. О, господи. Момент, резиновый. Я приношу эти камни в салон своему мастеру. Ну, то есть я заранее, как всегда, скидываю дизайн, мне сказали, да, все хорошо, отправили именно к этому мастеру, потому что только он сможет сделать. И, собственно говоря, Анна такая, у вас это такая шершавая папирсия. Ой, это что, резиновый клей, да? Но сейчас придется все переделывать с камнями. Типа сначала надо подготовить камни. Я такая... Отвлечемся от драгоценных камней на что-то более приземленное. Боже, тут есть ферби, еще и черный. Вот, ферби. Я, самое главное, хочу просто эмарский маникюр. Пока не знаю, чего надо. Вообще, твори, как видишь, как чувствуешь. Грязные ногти до. Вот они выглядят так. По длине, слушай, я не знаю, я хочу прям длинные. Типа метровые? Не-не-не, такие нет, точно не хочу. Ну, вот как, например, твои вот эти вот чипсы. Ага. Вот такого размера. Я поняла. И по форме тоже хочу острый, чтобы можно было... Набираем мне, короче, на ногти всякие приблуды. Здесь мне понравилась огромная змея. На, как здесь два раза, я не знаю, как это все впихнуть. Видите, вот эти очень красивые тоже эти. Да. Но они не совсем бумажку, темы, но красивые. Они реально класс. На самом деле, нужно снимать отдельное видео, чтобы показать, насколько много там всяких приблуденций было. Это было просто нереально. Я пока сидела, все это смотрела, реально 10 раз просто умерла, потому что очень много всего и очень хочется все впихнуть. И как это все впихнуть, чтобы это было еще норм, пока что непонятно, но ковер. Мы перешли, собственно говоря, к маникюру, а мастер такая, ой, а вам давно делали маникюр? Я такая, ну вот позавчера. Она говорит, ну здесь уже четвертинка кутикулы отросла, типа все равно нужно будет делать маникюр. Короче, стал докапываться. Да, я говорю, я в вашей же сети делала. Она такая, ну, типа, и что? А что начали говорить про обработку? Ну, я маникюр, говорю, обычно делается после наращивания, потому что пилкой все это выносится. Поэтому, ну, как бы там ни было, все равно приходится его делать. А зачем делать маникюр, если он сделан? Нет. Там, это, териги, вот гептериги обычно чистится, вот материал, полидель, или ничего, короче, наращивание. Вот этот материал, он все равно в пазухе заканчивается. А, так это не маникюр, это просто убрать. Ну, да, да, да. Ладно, точно, ладно, не кутикул обрабатывать, ничего такого. В общем, мы перешли к наращиванию, я села в 7, я понимаю, что салон, ну, может быть, до 10-11 работает, что мы не успеем точно. Ну, если ты в 7 пришла, то точно нет. Точно не успеем. Во сколько ты закончила, давай спойлер? В пол-12 я вышла из салона. Села в 7. То есть, получается, за 4,5 часа мне сделали работу. Посмотрим. Да, давайте. Выбрать под камни, да, материалы? Ну, да, что у нас не было, как. Хорошо. У Лены были разного цвета с собой камни. И, естественно, маникюр она тоже хотела делать разноцветный, чтобы сочеталось с камнями. Ох, ребят, вы просто офигеете, когда вы увидите, конечно, результат, но без спойлеров, без спойлеров. Немножко больно делаете фрезой. Поняла. Спасибо. Все, я все номера цветов записала, осталось надеяться, что все есть. Интересно, блестки хорошо подойдут или нет. Сможем? Нанести, например, на лохоть, посмотреть, да, и вытереть. Ага, хорошо, спасибо. Сколько камни стоили? 200 рублей стоит каждый камень, и 200 рублей оправа. У меня даже на этом этапе было бюджетнее. Стерильно, вот и все стерильно. Ну, конечно, мы сплетничали. Ну, горая с того, что на ютубе буквально у людей самая большая боль, это мои ногти, и буквально меня хейтят за мои ногти. Типа у меня отвратительные ногти, отвратительные пальцы, и вообще катастрофа, да. Серьезно? Я понимаю, мне самой нравятся мои пальцы и мои ногти, я не вижу никакой проблемы. Что с ними? Не так просто. Но это реально один из самых популярных комментариев, когда я делаю маникюр. Типа, фу, ногти уронские, такие. Че за корень? Да. Я в шоке. Я сама в шоке. В общем, достаточно быстро сделали маникюр, и потом мы приступили к наращиванию. Это будут самые длинные ногти в моей жизни сегодня. Вообще отлично, тем более мы хотим же делать и марский маникюр. Поэтому блестки нам точно подойдут. Это просто лучшее, что я могу услышать на сегодня. А у тебя с мастером был полный коннект? Вообще мясный был коннект. У нее хата, это буквально то же самое, что у меня, только в стиле киша. У нее там везде киш, Эдвард Каллин, короче. Что такое киш? Крюль-шот. На одной руке я буду делать длинный маник, на второй короткий и рваный. Типа как-то вот так, да? Ага. И все. Все, да. Это самый простой маникюр в моей жизни. Просто, чтобы они были ободранные, абсолютно хаотичные. Вот, да, все, давай, следующий делаю. Так. Я так обычно прикрашу. А мне нравится, я реально так крашу. Я тоже нравится. Да, красиво. Слушай, я себе следующие такие сделаю. Мне кажется. Мне кажется, у тебя все клиенты, которые будут к тебе приходить, такие, типа... Что с ногтями? Вообще, я не знаю вас, потому что бывает самым часто, что я слышу. В общем, как вы поняли, на одной руке я делаю свой классический драный маникюр. И да, он не ободранный, он буквально в шелаке будет, ну, в гейлаке, как эта штука называется. А второй это будут длинные наручные ноготочки. Кстати, почему так мало люди делают наращивание на верхней форме? Просто мне кажется, это так удобно и так здорово. Или все-таки это не очень удобно именно мастеру делать? На самом деле, верхняя форма это не самый такой универсальный вариант. Ага. То есть бумажки можно подрезать под любую форму. А верхняя форма, по сути, нужно тысячи разных верхних форм. Потом подумала, что круто будет на черных ногтях добавить белую змею. Так, хвостик на мизинце, да? Да. Сейчас переверними, вот так вот. У нас с мастером были странные отношения. Она была как будто бы неприятной и как будто бы очень приятной одновременно. Я очень удивлена, что ты говоришь ты, потому что обычно тебе все нравятся, все такие хорошие кусочки, мяу. То есть был такой жуткий дисконнект, а когда-то был коннект. То есть то она вела себя очень странно и неприятно, а то такая расположена ко мне. И я такая... В плане четвертушка миллиметра чего отросла? Кутикулы? Может, мне ее плохо убрали? Ну, я в вашем же салоне делала только на белорусской. А вы как думаете, как будет лучше, если под каждый камень будет блестящий цвет или будет обычный глянцевый цвет? Не поняла сейчас, что было. Мы с мастером обсуждали цвет. Она сказала, смотрите, и ушла. Она просто теперь меня оставила или она сглала каким-то лаком? Дива, странно. Сейчас узнаем. Ладно, она пошла за цветами и вернулась. А Дива, он коричневый или черный? Вот этот вот есть. Да, давайте. Дива? Да. Он темно-бордовый. Темно-бордовый, да? А какой коричневый? У меня все проще и быстрее. Да, ногти. Класс. Волосатые такие. Отлично. Неровный восторг. Почему ты сказала, что в Таиланде делают хуже? Почему? Вот это был мой проеб. Моя ошибка. Мне жаль. Шучу, конечно же, мне все подпилили. Давай, лампу, так. Я сажусь, и я вообще не знаю, чем мне делать поманику, потому что у нее столько всего, столько приблуд, столько приблуд. Я еще смотрю, у нее там свои дизайны, ну, на этих натипсах, да, есть, которые она там рисовала, как пример. Я такая, блин, как круто и как упор, там, я хочу все. И потом такая решила, буду делать а-ля Эмма-маникюр, потому что у меня такого еще не было. Прикольно. А тут много всего. И она такая, во! И я такая, кайф. И начали делать мой Эмма-маникюр. Он получился, конечно, максимально странным, потому что, ну, как еще иначе. Вот. Так, здесь у нас, да, ну, получается черный, и верхний мазок будет белый. А здесь мы подобрали себе вот окончание этого всего. Я подумала, что будет очень круто сделать на черной базе розовую барби, засыпать ее блестками и сверху еще какую-нибудь приблуду сделать. Короче, смотрите, сейчас я вам покажу, что там произошло у нас. Что, не день? Это приключение. Так, там погасло, давай. Держи. Хайпово. Все, ну, кушу. Хватит меня. Ничего не понятно, но пусть будет. Не, ну смотри, абсолютный панк. Ну, реально он бренд. Более, да, прикольно. Да, давай, отлично. Да. И вверх засыпаем блестяхом, и вот это вот конец. Там какая-то красота происходит. А вот у Лиана не очень. Она записала мне сейчас сообщение, что, типа, она пришла на наращивание ногтей. Я сказал, что, типа, у нее длинные ногти. Ей сказали, мы с вас возьмем цену как за двойное наращивание. Так обычно нигде никогда не делаются или предупреждают заранее. А ей уже сделали. И сказали, кстати, мы за вас как будто два раза наращивание сделали. Мне мой мастер в процессе наращивания говорит, вы знаете, да, что у вас будет цена как за двойное наращивание? Я такая, в смысле, почему? Она такая, ну, потому что у вас длинная длина. Тавтология, но сори. Я такая, длинная длина, типа... Фига, все длинная длина, это восьмерочка твоя? Девяточка, да. Чтобы вы понимали, когда я в эконом-салоне наращивала 16, и там на меня реально ушло полбанки геля, мне даже... Там вышло, наверное, больше. Там мне не сказали про то, что у меня будет двойная цена. Потому что мастер твой, абьюзер. Абьюзила меня, просто узес. И я говорю, ну, это странно, говорю, окей, а до какой цифры у вас считается обычное наращивание? Она говорит, типа, ну вот, что-то... Четверочка, типа? До пятерки она сказала вроде. И я такая, ну, окей. А еще мне очень любопытно, что будет двойного наращивания, и как мы с вами будем разбираться на кассе, потому что мне кажется, это не окей. Если это не прописано в прайсе, то почему я должна за это платить? В общем, там было много, но про это в конце. Я заметила, что кончик моего ногтя сломался, о чем я сразу же сказала мастеру, и она стала обвинять меня в этом. Классическая история в целом. А как я могла сломать? Я даже ничего не трогала. То есть я правой рукой пользовалась. Он был очень тонкий. Мастера всегда обвиняют клиентов, когда что-то случилось. А кому еще обвиняют, да? Ну, 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 ну. Интересно, может, мне кажется, что вот так вот надо? Больше? Вот так. Больше. Ага. Ага. Все. Во, да, во, все. Вот так вот идеально. То, что надо... Просто хочу вот так, конечно, поделать. Ты знаешь, что они вытекают. Ага. Все, вот это все сделаю. Не, не, все. Я вот так вот хотела сделать, и сделала. Столкнулась с два человека, который хочет сделать идеальнее, который хочет сделать странно. Давайте выберем место, куда будем крепить вместе. Да, он тут огромный, тут, как говорится, знаешь... Из верантов? Вот если чуть повыше. Ты бежишь его отсюда? Да, 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 сюда. Ага. Полигель. А, полигель, который мы наращивали? Да. На него будем крепить, да? Да. А потом я тебе скажу по секрету. Какой же удачи потом снять их. Да. Да, я снимала, когда это просто... Прости, господи. Да, почему? Потому что, ну, если они сами не отвалятся. Будет хорошо, лучше, вернее, если они сами отвалятся. Потому что их снимать, если они намерто прилипли, то, я тебе говорю, это еще то. Удовольствие. На лучи не смотрю. Ладно. А, вот так. Прикольно. Что ты понимала, к концу маникюра, она говорила, мы ее, я вздрагивала, потому что мне, конечно, рана запугала. Буквально. Я ей это сказала. Это было очень странно. А потом она еще меня обсырала. А, Надя, она ее обсырала. Зачем мастер маникюр тебе обсырала меня? Это вообще как? Это даже не смешно, это вообще-то плохо. Я не знала, как реагировать, типа... Да я тоже не знаю, как реагировать, когда мастер маникюр обсырает того кореша. То есть я показываю личный маникюр, и она, ну, это не записалось на камеру, она такая, ну, типа, ну, такое, типа, так уже никто не делает. И я такая, в смысле, вам не нравится? И она начала съезжать, поняв этот мой вопрос, потому что я показываю тебе маникюр своей подруге. Странно, что вы мне обсираете мою подругу. Если вы не поняли, что произошло, то просто в процессе, пока мне делали маникюр, Ляне тоже его делали, то есть мы одновременно находились у разных мастеров. Я ей просто скинула какую-то там сторис, типа, смотри, сколько всяких прикольных приблуд, сколько здесь вообще всего, и вот мне делают такой маникюр. Ляна это показала свою мастеру, и мастер что-то начала на меня гнать. Ланя, почему не носит такими штуками? Ну, не модно, типа. Ну, уже правильно, где практичные больше люди. Вам не нравится такой дизайн некрасивый? Да, ну, это интересно, прикольно посмотреть. Разнообразие. Носить, конечно, перебор. Почему перебор? Ну, это мою жизнь приятеля, очистить. Ну, да, 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 просто интересно, почему. Есть вот люди, я не люблю выделяться, скажем так. Я не могу на меня обращать, как выделяйте. Салон, в котором Лиана Диавол и Маник, закрывается как бы в 22, а сейчас уже почти в 12, и они все еще находятся в процессе маникюра, и оказывается, там какой-то новый администратор, который вообще не рассчитал время, и поэтому несчастный мастер, несчастный в том числе администратор, Лиана, которая 12 ночи торчала в салоне, сидят и пытаются все это доделать. Ну, сколько времени? 15-12, а до скольки салон работает? 10. 10? Администратор еще здесь? Да, я вижу ее ногу, которая трясется, и я читаю, поэтому вы меня бесите вы слишком долго. Новенький администратор. Ну да, да, я поэтому сюда заранее присылаю дизайны. Ну, что раз-то при ней не было в такой практике. Ага, я поняла. Я поэтому думала, что за три часа успеют сделать, да? Ну, я на нее наорала. Ну, что ты на нее наорала? Я впервые наорала на мастера маникюра. Я прям наорала на мастера маникюра. Я не смогла держаться и не наорать. Так, сколько я должна подумать, с учетом всего, плиз? Заплатила я за этот маникюр. А как вы вот думаете? Сижу я такая, заканчиваю, спрашиваю, сколько тебе переводить? И она такая... Знаете, что тебе делали? Не, мне делали три часа. Так. Погасла. Что? Переворачиваю, да. Нет. Да. Я не заполучу тебе две тысячи. Ну, ой. Потому что, смотри, у меня однотон стоит косарь, наращиваю мне две. Ты издеваешься? Да. Нет. Какие две тысячи? Меня оскорбляют, потому что ты говоришь, что это стоит две тысячи. Давай тебе хотя бы четыре скину, ну, блин, ну, ты тут разу. Все, сговорю. И она такая... Ну, за все две тысячи. Я такая... Че? Две тысячи? И она такая... Ага. А что, дорого? Неиронично. И я такая... Ну, все, я не сдержалась. Такая... Блин, ну какие две тысячи? Типа, нормально? Такая, нет, я не буду переводить тебе две тысячи. Давай хотя бы переведу тебе четыре. В итоге перевела я четыре с половиной. Ну, типа, я была в ужасе, что так мало. Ты че, какие две тысячи? Нет, все нормально. Типа, ты че? Ты с двенадцати лет маникюр делаешь. Я абсолютно запрещаю тебе брать такие цены. Ну, блин. Не, просто на самом деле у меня же всегда ощущение, что это столько не стоит. Я понимаю. Ты знаешь, что в салоне в абсолютно любом, где тебе сделать говно, такое будет стоить ну минимум семь-восемь. Это сам минимум. Я понимаю, что на дому мастера берут меньше. Я это абсолютно понимаю, я это знаю. Но не настолько, блядь, меньше. Ну, ты точно за что угораешь, что ли? Я исправлюсь. Да, пожалуйста, будь так добра. Обычно я бомблю, что очень дорого, типа, неоправдно дорого. Но сейчас я бомблю, что дешево, неоправдно дешево. Опять Лиз всегда недовольна. Ужас. И Лиза мне пишет, значит, что ее маникюр стоит 2000 рублей. Я такая, что? Я говорю своему мастеру, говорю, не, она сделала маникюр за 2000 рублей. С дизайном, с высоким, большим наращиванием, восьмерочка там, как бы, да. А со стемпингами, с всякой стразиной, ну, херазиной. Все, я описываю, да. А она такая, что? По-другой ответила, что 2000. Лиза мне пишет, я говорю, мой мастер шок, и скинь маникюр на-на-на. А Лиза мне говорит, скажи ей, что я суперизвестная, богатая певица. Я звезда. И вот мой маникюр сделали за 2000, мне делал вип-мастер. Я это читаю, я начинаю ржать, как мразь. Я думаю, если мастер сейчас спросит, что я ржу, я скажу, что над фильмом, который сзади меня играет. Там как раз играла комедия. Я умру. И я ждала какого-то подходящего, адекватного момента это сказать. Чтобы еще успокоиться, да, потому что такой бред говорить очень тяжело. Просто, потому что я скажу, моя подруга звезда певица, и стоит маникюр для нее 2000. Вообще-то она звезда певица, и маникюр для нее стоил для 1000, и это даже не ложь. И делал вип-мастер. Ну, она очень популярная певица, не знаю, мысли просто ее узнали, и поэтому сказали так мало. Ну, я не могу говорить имя, к сожалению. Нет, я даже певица не знаю, поэтому можно мне... Да. То, что ты мне скажешь, мне это... Я по личной жизни вообще не знаю. Типа, вуалета, да. Что? Ну, у меня подруга просто заморачивание... Она сделала длину 7 или 8, у нее куча пирсинговых дизайн на каждом пальце, и ей сказали 2000 рублей. Она награла на мастер-свыну 4,5. И я как бы в шоке. Да? Ага, спасибо. Ну, если 2000? Ты куда уехала, саратов маникюр делать? Ну, тут как бы с мастером на пару в шоке. Просто ужасно. И я ей показываю маникюр, говорит, типа, вот, 2000 рублей, дизайн. Типа, ну, она просто очень популярная певица, и, может быть, ей делали вип-мастер, и, может быть, в салоне ей сделали скидку. Удивляетесь такой цене? Я даже представить не могу. Ну, вот, честно, не могу это представить, потому что у нас просто голая наращивание 5000 салона стоит. Без ничего, без угляния, без дизайна. А двери-то, ну, сказочные, просто где-то такое место сказочное. Она такая, ну, что, прям, типа, а кто? Алиса мне говорит, не говори имя. Она говорит, а кто? Я говорю, я не могу сказать. Она говорит, а почему? Вот бывают личные границы. Кто-то не хочет разглашать свой рост, а кто-то имя. Она такая, ну, я все равно никого не скажу. Я такая, ну, да, я понимаю, но это личные границы другого человека. Она такая, ну что, прям очень известный? Алиса мне говорили, скажи, всемирно известный. Я пишу, ну очень-очень известная, да Она такая, ну что, прям на слуху имя Я говорю, угу И все это время не говорю, и кто это Вот, короче, вот обосрала Мастер моя, маникюр известная Певица Звезды Я в ужасе Я думаю, она подумала, что речь про Бузову Кто мастер отреагировал, когда ты ей 4500 перевел? Плакала Ну хоть что-то я могу Все, не надо плакать Она заплакала, потому что она много лет работает И типа, она просто все еще никак не подняла цену Хотя дело тоже очень сложной работы Я вот хожу на кассу Думаю, ну все еще буду разбираться, включаю видео Прошу, да, стоимость моего маникюра И мне адвендатор такая, я думаю, сейчас скажут 1015 Потому что в процессе маникюра мастер сказала Что у нас голое наращивание Без всего стоит 5000 рублей Я такая, ага, 5000 рублей На 2 это 10 Плюс дизайн, плюс все, ну 15 Думаю, ну сейчас буду разбираться Скажите, сколько с меня? Да, все прекрасно Да, да, все отлично Да, а по платьям 6000 Угу, хорошо Да, да, вот как И она мне говорит 6000 рублей И я такая Там даже на видео вижу, ну такая А, ок Боже, просто восхититесь Это же, ну просто Умереть, не встать Насколько это красиво Уваляю, уваляю Скажите, что это просто Умереть, как красиво Что бы, я просто, я хожу и такая Аааа, вот такой красивый Во Спасибо Класс Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Во Во Как вы уже догадались Самые внимательные увидели Мы сделали этот маникюр Больше месяца назад И знаете, до сих пор У Лианы ничего не отвалилось Я свой маникюр сняла Хоть мне он безумно понравился То есть неранично я с ним отходила Но я сняла, потому что Мне все-таки с такими длинными ногтями Было не очень удобно Но, как вы видите Мы реально очень довольны маникюрами Ну, типа, вообще Без претензий Как ни странно Внутри он черный Потому что я сама так сделала Ну, типа, я же домой пришла Я же делала, сама пришла Типа, я решила, чтобы они сочетались Подписывайтесь, ставьте лайк Женщина сделала потрясающие Но просто Господи, у нас такие классные раппицы Там такие разные Наверное, просто радуешься, что мои длинные Опыты век очень длинные Да, мне нравится, что такие длинные Но мне очень неудобно, честно скажу Даже с одной рукой Я прям вообще не могу ноготь согнуть Я, типа, не понимаю, как ты живешь Меня все спрашивают, о тебе, типа Ну, неудобно Камни тяжелые И они сцепляются Неудобно Слушай, кстати, извини про техники Это очень хорошо выполнено Прям вообще идеальная работа Но объективно По-моему, один из самых лучших Именно в качестве маникюра Маникюр твой Да Камни цепляются за одежду Это очевидно Я ставлю кучу зацепок Волосы выдираю постоянно Но они такие красивые В жопу, волосы и одежду